Особое мнение на 101FM Вдруг вчера вечером такие новости Но, Михаил, уход Васильева, он для вас неожиданностью был или нет? Пусть даже это и случилось так, вдруг вечером выходного дня Ну, в целом и партия, и Сергей Павлинович давно и писали У нас можно зайти на сайт, посмотреть информацию о том, что Васильев каким-то образом все-таки уйдет в этом году Она была, и было ее много Пусть некоторые там политологи и телеграм-каналы писали обратно в защиту Но сейчас, кстати, они же уже начинают публиковать информацию о том, что в Донецке так оно и должно было быть Поэтому это было ожидаемо Для этого, собственно говоря, много усилий было тоже приложено и с нашей стороны То есть и запросы, и мероприятия, которые партия проводила Поэтому это был ожидаемый уход, ожидаемый Конечно, никто не думал, что именно конкретно вот он там 10-го числа с утра решит Покинуть территорию Кировской области Но то, что это случится в ближайшее время до выборов Просто вопрос прикладывался Начинали говорить это еще там практически с февраля И вот сколько месяцев Все должно было вот-вот случиться, вот случилось А вот если не о том, что начинали говорить, да, ну что слухи они ходили И они, в принципе, ведь о многом могут ходить, но не всегда могут сбываться А вот какие-то, на ваш взгляд, именно предпосылки, не знаю, политические, в настроениях чьих-то Это все было? Ну, скажем так, у администрации президента есть такая традиция Каждый год они меняют губернаторов Поэтому и в этом году традиция не должна была сорваться вне зависимости от всего, что происходит вокруг Тем более, там, Васильев занимал последние строчки во многих рейтингах И не особо сильно в них поднимал Да и область у нас начинала занимать последние места и в ПФО, и по стране по многим показателям, там, по зарплатам и так далее Вот о причинах, наверное, начинаем с вами говорить, да, еще один вопрос? Да, поэтому здесь причин было масса А еще кроме низких рейтингов? В целом о том, что Игорь Васильев не справился с консолидацией ни элит, ни политической сферы, ни населения в территории области Да он, собственно говоря, наверное, мало чем жителям, ну, таким особенным запомнился То есть, когда там Никиту Белых арестовали, тут ведь даже митинги у правительства в поддержку проводились Я думаю, что сегодня сторонников Игоря Васильевна найдется в области не так много после ухода Кто будет просить его, не оставляйте нас, не уходите Потому что особо что-то такое отметить, вау, там, какие-то проекты глобальные Да ничего особо такого не было То есть, было все как у всех во всех регионах То есть, те же стандартные вещи, которые везде происходили Поэтому здесь... С личностью это в какой-то степени связано? Мне кажется, что в том числе он сюда, то есть, вот его направление в наш регион, ну, как мне кажется Это такая была условная ссылка просто Вот тебе Кировская область, вот сиди здесь И у него не было заинтересованности, не было желания что-то делать Но это изначально было видно о том, как он начинал, как менялись его команды, как они там татасовались Поэтому, по крайней мере, я лично не видел у него желания здесь что-то кардинальное Исправлять что-то кардинальное делать Поэтому, мне кажется, что вот это ситуация в том, что он не справился с регионом в какой-то степени Что не смог найти подходов к нашим там людям Он и покинул область Хоть там красиво заявляют уход на федеральный какой-то уровень Но вот, как правильно тут Сергей Павлинович приводил пример Мархилов тоже, когда уходил, сказал, что вот-вот и он заберет на федеральный уровень И, по-моему, в прошлое двух недель его забрали, там, арестовали И вот сейчас он отбывает наказание Это вы сейчас какую-то параллель хотите провести или нет? Мне кажется, что здесь она имеет место быть Что если не найдут другого, кто отвечает за все происходящее в регионе То есть кого назначить виновным во всем, что происходило То он может повторить вот судьбу Потому что Мархилов это был тоже такой политический мастодонт Который там десятилетиями был практически, ну, можно назвать его там Как гнязь ему себя в области, делал что хотел В регионе, что хотел, то и делал И того не пощадили, не пожалели И в итоге вот он находится там, где находится А за все, что происходило, это вы о чем? Ну, вот весь этот передел, который у нас происходил То есть вот с этими, с мусорными, с автобусами В регион ведь шло очень много федеральных денег Но вопросы к их, к тому, как они осваиваются Вопросы контроля, вопросы взаимодействия с коммерческими структурами То есть очень много коррупционных скандалов Особенно на самом старте Это ведь бесконечно просто вот эти члены правительства Которые приходили, тут же куда-то убегали Испарялись, куча арестованных Вот эти скандалы там с вертолетами и так далее Которые до сих пор, то есть они уже там годами просто крутятся Ответов на них нет Никто ответственность не понес Поэтому там чехарда кадровая В районах нет никакой управляемости Нет взаимодействия с политическими силами, толком региона По крайней мере, этот диалог, как я вижу, он не выстроен был Поэтому здесь вот это все в совокупности Ну и он, то есть, на самом деле регионы у нас Там по уровню зарплат последний По уровню там общего благосостояния Там проваленные национальные проекты Об этом мы, по-моему, каждый год говорили Когда подводились по ним итоги Что оказывалось, что там по пальцам можно пересчитать Которые были успешно реализованы Которые были реализованы там наполовинку Там еще насколько-то их было значительно больше Ну вот уход Шульгина был с этим связан как раз Дальше-то вроде дела пошли получше А вот, ну понятно, да, что решение-то, скорее всего, не самого Васильева А вот эта массовость, она к чему Это о чем нам Кремль тут всем сказать хочет Ну понятно, да, я действительно тоже считаю, что это, конечно, не его решение Потому что вряд ли пять губернаторов в один день сели такие А вот мы хотим, понимаете, посмотрели, вот подумали Что у нас остается немного до выборов И мы все пошли всем составом Поэтому здесь понятно, что никакой самостоятельности решения я бы не говорил Это очень заметно Насчет каких-то мыслей в самой администрации президента Они вот сейчас занимаются этим, перетасовкой кадров Потому что есть определенный кадровый голод в стране Что вот эти все там школы подготовки каких-то кадров Они себя показывают никак То есть людей вроде бы готовят, но каких-то мега успехов Каких-то прорывных проектов их не случается Вот, кстати, Соколов-то, мы о нем дальше поговорим Школу губернаторов закончил, посмотрим, да? Вот как раз увидим, насколько все это работает Ну вот, и мне кажется, что просто администрация президента пытается найти Ну, во-первых, понятно, это система, что бояре плохие Поэтому тыкнуть, что вот смотрите, мы тут их поменяли Поэтому подуспокойтесь Ведь Кировская область один из тех регионов, которая показала один из худших результатов за Единую Россию Все время за президента при голосовании А это сигнал для администрации признается, что в регионе что-то не получается Что-то идет не так Ну и они принимают кадровое решение В надежде, что новые кадры что-то смогут изменить Хотя, конечно, для меня Вот эта вот смена, если там посмотреть Там, по-моему, только один В Саратовской области это местный кадр, которого снова назначили А все остальные опять прежние Я не понимаю, почему в мире, там, более чем миллионы Кировской области Уже который раз подряд не могут найти местного какого-то специалиста Кого мы могли назначить исполняющим обязанности губернатора А вам кажется, есть у нас тут есть люди? Мне кажется, что из миллиона человек, проживающих на территории Кировской области Есть люди, которые способны Которые, даже если исходить из позиций администрации президента и партии Власти, я думаю, что они тоже этих людей могли бы найти Если они не собираются взаимодействовать с оппозиционными Но просто как бы у нас до этого был с Пермского края То есть, который только что ушел приезжий Опять приезжий Ну, как-то так, мне кажется, странно Ну, если честно, в разговоре с Путиным очень интересно Он выразился, я думаю, для жителей Кировской области не очень Он говорит, что, значит, я взаимодействовал с региональными органами власти Цитирую И Кировскую область посмотрел Проблемы все на зубок не знаю Вот это и главный момент Как мне кажется, что любой из местных политиков Он все-таки здесь местные проблемы знает Он знает их там с самого детства Знает, куда нужно, какие там особенности региона Особенности населения Экономической составляющей там районов А сейчас вот новый придет человек Снова будет год знакомиться, какие есть районы Банально, кто где, что как, какая у них специфика А потом вот начинают про проблемы Ну, все местные свои проблемы прекрасно знают И знают, что с ними примерно нужно делать Сейчас опять будем очень долго во все это въезжать Это потери времени, потери в развитии Поэтому, ну, для меня вчера это, конечно, был красиво срежиссированный спектакль Когда сначала там Васильев с утра заявляет, что он уходит И тут же уже днем, понимаете ли, нашли там новых кандидатов Везде их там понаставили Везде их утвердили И мне показалось, что Владимир Владимирович Он, по сути дела, вот по документу, который на столе у него лежал Вот он по нему, про этого человека и знает, который он назначает У меня сложилось впечатление, что он знаком с ним только из того документа Который у него на столе лежал То есть насколько сам президент участвовал То есть прям готов за этого человека поручиться Это вопрос Если просто администрация президента положила на стол, что ну вот этот подойдет Ну посмотрим, что из этого эксперимента получится И сможет ли он в области там показать себя Мы все обсуждаем Обсуждаем, хотя еще не дошли до моих вопросов Я просто скажу слушателям, напомню, что это Александр Соколов Который работал в последние годы в администрации президента А до этого был первым зампредом То есть как у нас Дмитрий Курдюмов, да? В Костромской области Так, вернемся еще немного к Игорю Васильеву Кстати, по поводу срежиссированного спектакля Которым вы назвали это действие Вы заметили, что какие-то важные события у нас происходят всегда Либо в пятницу вечером Ну вот это точно было касаемо там ареста Быкова По-моему, Белых тоже что-то было В какой-то выходной или будний день То есть это либо пятница вечера Или вообще просто выходной Вот интересно, почему? Ну не только же потому, чтобы журналистам не дать спокойно отдохнуть Ну здесь может быть несколько факторов Конечно, это и про информационную повестку Что тут были праздники Понятно, что куда были все сконцентрированы И эта новость, она тут же залетела во все топы информационных агентств Потому что, ну понятно, День Победы был с большей степени 9 мая Десятого вроде как информационное там пространство чуть-чуть отдыхало Пустота, которую заполняют Да, и тут они сразу, чтобы ну вот дать такой старт компании Потому что если верить Центральной избирательной комиссии Они объявили, что выборы все-таки будут Поэтому тут человек мало времени остается на избрании Может быть исходя из этого Либо просто когда президент свободен, тогда он этим вопросами занимается Не знаю Об итогах еще хочу работы Васильева немного поговорить И давайте все-таки объективно, да То есть попробуем назвать не только минусы, но и какие-то плюсы Не знаю, главное достижение, поражение Давайте с чего начнем Я постараюсь быть объективным Если исходить из плюсов То есть, ну там все же познается в сравнении Понятно, что столько федеральных средств, сколько пришло в регион Преврасильево Раньше у нас не было Это там и на благоустройство, и на ремонт дорог Таких денег, конечно То есть сейчас уже информация о том, что там в Кировской области самые плохие дороги Но она потихонечку отходит на задний план Действительно большое количество дорог было за счет федеральных средств сделано Поэтому федеральных денег сюда, там Центр кинул очень много И есть ли здесь какая-то заслуга Васильева? Вам кажется, есть, да? Ну, я думаю, что так как он все-таки пришел из федеральных структур Это может быть у него взаимодействие Ну, либо просто под него давали, чтобы ему можно было здесь Хоть за счет чего-то подниматься То есть, по крайней мере, федеральные деньги сюда шли А на этом, наверное, у меня закончится положительная сторона Потому что я, честно говоря, не знаю, что особо еще можно Здесь, ну, прямо такого глобального привести Потому что из того, что я вижу Ну, понятно, что это большой вопрос у меня к реализации всех этих проектов Что по городу Киру, что по Кирово-Чапецк, что по соседним там, по районам области Каждый раз вот это бросание огромных средств на благоустройство Оно приводило к огромной халатности при реализации И этого всего хватало на очень короткий срок То есть, в том же там, условном Чапецке Дороги, вот их тут один год делают Через год-два их начинают уже там все латать, все сыплется И бесконечно вот эти подрядчики, которые что-то там сделать не могут Администрация недоконтролировала То же самое там с крупными объектами какими-то То есть, ну, тот же Чапецк, у них сейчас там школа никак достроиться не может Да, точнее, доремонтироваться И аллея напротив администрации города до сих пор недоделанная То есть, вот там примеры Из минусов, конечно, там, из главных достижений там В отрицательном направлении Понятно, что это огромные коррупционные вот эти скандалы Бесконечные просто, которые были с самого начала И сколько у нас посаженных и чиновников И там, и глава администрации Кирова И председатель ЗАГС Ну, в общем, там целый перечень тех, кого успели за это время поймать И это все его команда Это все была команда, которую он сюда привел Ну, и, конечно, спорность принятых решений То есть, вот эти там деньги, которые бросались Которые сейчас, даже в последний момент, бросались Когда все-таки тяжелая ситуация экономическая Закупать там для города Кирова Потому что многие говорили Вот, автобусы в Кирове купили, смотрите, как классно А появлялся вопрос, а почему не в районах купили автобусы То есть, неужели в городе Кирове настолько транспорт был плохой Что он был хуже, чем тот, который курсирует у нас между районами и в районах Потому что там-то действительно некоторые базики такие Что там через дырку в полу видно, какое покрытие на дороге Поэтому, почему деньги, допустим, не туда направили И транспорт не туда направили Почему все одному дали Вот таких вопросов было очень много Там с Мордыковским этот вопрос нерешенный Со свалками, которые поднимались вопросы Поэтому здесь можно перечислять, перечислять, перечислять Ну, очень большой список Ну, сейчас подумала вдруг, что и должное, наверное, отдать надо В том смысле, что, ну, прям реально непростой период достался человеку Ну, да, действительно, тут все прям в кучу Все, что можно было собрать, он все собрал, да Это действительно так А чем, думаете, вспомнят Васильевы Кировчане? Ну, в первую очередь Все равно ведь чем-нибудь Ну, вот сейчас, когда начинают там писать в СМИ Кто-то вспоминает на самом начале, когда он говорил про наведение элементарного порядка Которого, мне кажется, вот этой весной Ну, я так полагаю, что он уже сто процентов собирался уходить давненько Поэтому мне кажется, что, наверное, вот Последняя вот весна его в должности губернатора Кировской области Мне кажется, что таким грязным все-таки город Киров, Киров и Чпец Тот же самый никогда не были Потому что вот эти пыльные тучки летающие по городу Вы здесь в буквальном смысле прям вот о грязи в городе, да? Ну, в том числе, да Потому что вот сейчас, когда ветер поднимается Я заметил, что песка в городе летающего стало значительно больше, чем я видел его в прошлые годы То ли его так активно сыпали всю зиму, то ли все-таки это и весной Ну, хотя можно посмотреть, что центральные дороги С них просто все сметается вот в сторону, все на обочины Поэтому наведение элементарного порядка, мне кажется, что у него не получилось Вот это могут ему припоминать как Ну, это его был образ на выборе То есть то, с чем он шел, то, возможно, что останется в памяти Кировчан Ну, мне кажется, что это такой губернатор, который, ну, просто проходящий был для области И такого-то, может быть, глобального следа тут, может быть, не останется Наверное, еще один и последний вопрос, да? И будем думать о том, что впереди, да? Чего тут старое-то поминать Прочитала в одной из статей на вашем сайте фразу, что кировчане устали от Васильева Вот что в этой фразе заложено? Потому что, ну, человек... Не сказать, что его много было, да? Обычно устают от тех, кого много Он всего один срок у нас пробыл О чем это? Ну, это больше исходит с позиции вот его безинициативности, как мне кажется Нежелание что-то кардинально изменить Поэтому очень много ведь даже, если смотреть по социальным сетям, в этих вот всяких крупных группах Было сравнение, постоянное сравнение с Никитой Белых, что вот при Белых-то было вот так Или там при предшественниках было вот это И это было бесконечное сравнение, которое было ни разу, по-моему, нигде не видел Сколько бы я там комментариев не листал, что было бы ему в плюс То есть в его сторону не переворачивали, что вот, смотрите, вот он сделал А вот предыдущие там не могли Здесь все было в отрицательном направлении, если это сделано Поэтому вот от этого люди-то и устали Что, смотря на сегодняшнюю действительность, они понимали, что могло быть лучше, могло быть по-другому Вот в этом усталость и заключается В том, что не было инициативы, не было желания менять По поводу команды хочу поговорить Мы знаем, да, что приходит новый человек, меняет команду Как думаете, удастся кому-то посты сохранить, договориться Насколько вообще перестройка будет серьезной И, может быть, не только в областном правительстве, но и на городском уровне Ну тут, конечно, вот сегодня он как раз приезжает, насколько мне известно, в регион И сегодня будут с ним, там, его будут представлять И будет хоть что-то более-менее понятно Какая-то часть... То есть, понятно, на первой стадии сейчас будут все Вряд ли он прям сегодня же там всех выгонит Потому что сейчас просто всех будет с приставкой исполняющей обязанности у каждого Но мне кажется, что здесь ему нужно очень серьезно отнестись к кадрам Если он будет использовать опыт предшественников, когда притаскивали в регион кучу неместных Расставляя на приоритетные посты Опыт, по-моему, был неудачный И все эти команды в большей степени, они очень быстро покидали территорию области Но и с теми, кто сегодня там находится, ему нужно серьезно будет разбираться Потому что там, если он оставит должности председателя правительства того же Чурина Мне кажется, что это будет такой звоночек для всех жителей Кировской области Что ничего не поменяется Значит, кадрово он не собирается ничего менять Поэтому ему здесь очень важно пообщаться со всеми представителями там И политических партий, и с коммерческими структурами, с общественными объединениями там И создать новое правительство уже не по противной все-таки принадлежности Может быть, даже в большей степени какой-то коалиционной Чтобы предоставить партиям возможность отвечать за разные направления То есть все же партии со своими программами идут, со своими кадрами Почему бы там каждой партии, серьезной партии в парламенте Не предложить какое-то направление за себя взять Тем самым консолидировать вот эти силы региона Для того, чтобы все вместе работали во благо области Чтобы все вместе консолидированно занимались развитием области Мне кажется, что это был бы правильный подход Но вот посмотрим, куда он повернет А есть ли те, на ваш взгляд, кто должен бы остаться? Кого правильно было бы оставить? Ну, есть часть министерств, скажем так, где команды работают достаточно успешно То есть у нас... Понятно, что есть направление того же здравоохранения, где много сложностей Но у нас изменения все-таки за это время нужно дать должное, там, глобальное произошло в этой сфере Хотя понятно, что каждый сталкивается с большими, там, проблемами Да и плюс это испытания коронавируса, которые, в принципе, они в большей степени не вот справились Поэтому там сейчас опытные кадры находятся, кто пережили То есть вот все это, все это ваханали и смогли с ней справиться Я думаю, что вот это направление можно оставлять, там, специалистов смотреть в этом направлении Министра, которая ушла, к сожалению, то есть которая сейчас не работает Ну, та же там Альминова, которая с молодежью, со спортивной частью, с молодежью прекрасно работала Она, конечно, сегодня не возглавляет министерство Но денег федеральных, как мы видели, как представитель молодежи Мне казалось, что сюда много привели, там в министерстве прекрасная команда у них работает тоже Поэтому есть направления, которые справлялись со своими задачами Собственно, по скандалам, которые в области происходили, можно, по крайней мере, вычислить министерства, которые точно не справились По городскому уровню еще Ну, я бы хотел, конечно, чтобы в городе произошли большие кардинальные изменения Потому что, там, господин Осипов все-таки это кадр, как мне кажется, как я вижу, все-таки председателя правительства сегодняшнего области И мне кажется, что он, вот, вместе с председателем правительства они вместе и должны покинуть свои посты Потому что объективно, в моем понимании, Осипов с своими задачами не справляется Поэтому я бы надеялся, что все-таки эти изменения произойдут И не только по городу Кирова, но еще по ряду муниципалитетов, где есть проблемные вот эти кадры, вопросы Но тот же Кирово-Чапецк с его большими проблемами, где объективно сегодняшний глава администрации не справился с поставленными задачами И он их не смог выполнить По поводу нового назначенца, теперь начали мы уже немного говорить с вами Что-то успели вы о нем почитать, посмотреть? Вообще, есть какое-то представление, что ждать от него можно? И вот, как вы говорили о сравнении, да, там, всегда в пользу Белых, да, а не в пользу Васильева Вот здесь что-то подобное может быть? Ну, сравнения все равно будут Сравнивать все равно в любом случае будут Да, я почитал и биографию посмотрел Даже немножко поставил статьи, которые в Костроме опубликовались, когда он там работал Вот, ну, собственно говоря, впечатление такое немножко двойственное Потому что человек, который в большей степени был, ну, так сказать, я не заметил опыт работы именно хозяйственного Я, кстати, посмотрела, да, в Костроме он как раз за культуру, за молодежную политику ответил Да, то есть больше вот такой какой-то тут административный То есть хозяйственного опыта немного А у нас регион промышленный А у нас все-таки промышленный регион здесь И понятно, что есть своя специфика и сельского хозяйства, и лесной отрасли И большой вопрос, да, он вышел из молодежной, там, в большей степени политики И в разных, в этих направлениях работал Не знаю, я, конечно, надеюсь, что опыт у человека То есть когда его назначали, что все-таки они рассчитывают на то, что опыта у человека хватит На такую непростую область, как наша, со своей спецификой Но вот то, что отсутствует хозяйственный опыт, мне кажется, что, конечно, это такая галочка Которая нужно себе пометить и обязательно отсматривать в дальнейшем А как в этом, в этой направлении работает исполняющая обязанности и его команда Судьба сентябрьских выборов, на ваш взгляд, решена уже? Ну, ЦИК объявила, что выборы проводить будут Хотя для меня это большое удивительно Потому что когда тот же, того же Васильева назначали Ну, почти год он был исполняющим обязанностей Дали ему возможность, чтобы его запомнили в судские жители И потом выборы проводить Здесь ЦИК заявила, что выборы состоятся Я здесь даже сейчас не о том, состоятся они или нет А о том, что известен их исход или неизвестен Так вот, в том вопрос, что для административного ресурса задача очень сложная То есть неизвестного абсолютно в регионе человека В течение пары месяцев Протащить, скажем так, на кресло уже не исполняющего обязанности в судке губернатора Задача непростая То есть жители области о нем не знают ничего абсолютно Выборная кампания, по идее, вот уже должна во всем в разгаре быть И остается только лето до дня выборов Поэтому, если, конечно, если здесь не будут включать Там огромные ресурсы и административный ресурс Там админ ресурс в каком-то безумном режиме То шансы у него, какой бы он хороший, замечательный, может быть, не был У него очень невелики Потому что есть другие оппоненты, которым жители области все-таки известны И могут голосовать уже принципу за своего, которого знаем В принципе, были вообще разговоры об отмене выборов Не в том смысле, что их перенести, да А о том, чтобы их вообще отменить и назначать людей Ну вот 168 миллионов в этом году выделяются То есть выборы будут Но вот это вот все на самом-то деле надо или нет? Нет, я думаю, что в любом случае, какие бы выборы бы они ни были, они все равно нужны То есть у жителей должен быть шанс и возможность избирать руководителя региона Тем более, там, премьер Хакасии, где его тоже считалось, что это невозможно И там никто не может победить действующего главу А молодой коммунист Коновалов вот так вот прошел Первый раз взаился на выборы Пошел от... ну как бы как первый секретарь партии Выдвинулся и победил Если на сегодняшний день руководит регионом Просто опыты многочисленных прошлых выборов Да, понятно, что у нас отрицательный опыт, скажем так, он больше Что кого там, кого пальцем ткнули, тот и победил Но все-таки, мне кажется, что даже если есть хоть какая-то возможность волеизъявления Ей пользоваться нужно, и она должна сохраняться Вопрос к организаторам этих выборов Вопрос к тому, кто их организует И вопрос к членам комиссии, которые готовы там идти на те или иные действия Для того, чтобы этот выбор обесценить Поэтому здесь, конечно, это общество должно над собой в первую очередь поработать Чтобы от этих выборов что-то зависело На данный момент явка очень, ну, она все ниже и ниже каждый раз Если у нас так и будет, дальше там 60-70% сидеть дома Ну, понятно, что там как бы ничего не поменяется А вот по поводу молодого представителя КПРФ Хакасии КПРФ у нас участвует, насколько я понимаю, будет И уже заявили, да, на съезде о том, что представлять будет Сергей Павлинович Мамаев Ну вот, смотрите, он уже не в первый раз и не во второй, я так понимаю Хочет выдвинуться, победить не удавалось пока Не знаю, тут причины разные могут быть И хочу попробовать, наверное, это прозвучит все-таки провокационно Но вопрос этот я задам Хочу сделать это, может быть, помягче Там не повод ли это задуматься о какой-то другой стратегии Ну, в общем, съезд депутатов, коммунистов и сторонников КПРФ Да, действительно, предложил выдвинуть на выборах Сергея Павлиновича Мамаева Но я бы так сказал, если бы в 17-м году, когда были выборы губернатора Подсчет голосов был честнее, чем тогда случилось Я думаю, что Сергей Павлинович победил бы не только в Яранском районе Потому что вряд ли он мог победить только в Яранске И разгромно там проиграть во всех остальных районах области Мне кажется, что это просто физически невозможно Это как не бывает С другой стороны, есть представители партии, которые тоже не с первого раза пробились То есть тот же Левченко, который неоднократно участвовал в выборах Потому что выбор — это сложный процесс Тут вопросы узнаваемости и опыта у человека Сергей Павлинович на сегодняшний день один из самых опытных политиков в регионе сейчас Особенно если сравнивать с новеньким исполняющим обязанности Все-таки опыта и опыт тоже хозяйственной деятельности И опыт политический, да и известность в регионе у него выше Поэтому мне кажется, что если бы выборы были честные Мы бы давно победили в этих выборах Ну а здесь будем бороться снова Естественно, будем бороться и рассчитывать идти за победой Хочу уйти на рекламу, чтобы после нее перейти к другой теме Да, звукорежиссер говорит, что можем уйти Так что на минутку прерываемся Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова В гостях у нас первый секретарь Кировского горкома КПРФ Михаил Кремлев Михаил, ну раз уж вы секретарь горкома Давайте наконец-то к городским делам перейдем В сентябре выборы не только губернатор, но и выборы в Гордуму Я так понимаю, тоже уже пора готовиться к ним У вас теперь больше конкурентов, ну по крайней мере Видим в разных пабликах о том, что там новые люди свою команду Собираются вести и прямо у них какие-то мощные планы Вообще, как думаете, какие настроения сейчас после 24 февраля Изменились ли они как-то Могу пояснить, что я имею в виду То есть если еще пару месяцев назад Многие говорили, что Единая Россия Возможно, сама и не сможет набрать большинство Но вот эти вот мелкие все товарищи Они, так сказать, помогут То, что теперь? Ну я думаю, что вот эта схема, она сохранилась Потому что я думаю, что здесь Единая Россия все равно этот план будет реализовывать Что если самим не получается пробиться, будут за счет малых партий донабирать Как показалось в Собрании, больших противоречий у них не возникает Голосование зачастую очень дружные консолиды Да и в Городской Думе представители этих малых партий Голосуют как Единая Россия, абсолютно не отличаясь от нее Поэтому схема эта сохраняется, она очень удобна Можно изобразить, что у нас тут разные партии, смотрите Ну а решение продвигать, какие они хотят Тем более у них там Эти партии в регионе На сегодняшний день каким-то там серьезным кадровым потенциалом не обладают У меня большой вопрос, где они будут искать людей Потому что, ну вот как пример Там члены комиссии с правом решающего голоса В участковых избирательных комиссиях от коммунистов России Это очень часто представители, сотрудники администрации Терруправлений Очень бывает интересно посмотреть, когда вот списки появляются Кто представляет партию в той или иной комиссии И появляется вопрос, откуда это у них такое большое количество Это набралось административного персонала Где же они его набрали-то так оперативно к себе Ну и как они голосуют, все прекрасно видно К выборам готовимся, естественно Мы вот этот свой проект запустили То есть мы, хоть там кто-то и пытался у нас Говорить, что вот мы там кого-то с улицы собираем Нет, я сразу изначально говорил, что это наш внутренний проект То есть мы туда, собственно говоря, людей вовлекаем только Из нашего этого левого блока Из организаций, которые туда входят То есть тут нельзя просто с улицы прийти И там, условно, в этот премьеризм заявиться Хотя с тем же премьеризм Единой России Вот если проанализировать ту толпу, которая туда заявлялась И разложить их по округам Все становится ясно и понятно Кто где в каком округе у Единой России запланирован Кто где у них там пойдет И все остальное превращается, как мне кажется Ну, просто в ширму игру, в демократию Типа, смотрите, мы можем заявить много-много-много-много Хотя, если вот складываешь в округа кто где Там сразу ясно, кто все-таки там будет действительно настоящим кандидатом А кто выдвинут просто для того, чтобы изобразить оппонентов основному кандидату А вот вы говорите о запуске своего проекта Поясните Да, мы запустили наш проект «Красный Киров» Это больше штука образовательная То есть, во-первых, мы публично показываем, кого партия предлагает Сейчас там выкладываются люди, кто у нас Планируются кандидатами на выборы Они сейчас проходят обучение у Женихова У них уже были встречи там с Мариной Сергеевной Сазонтовой Она все-таки опытный депутат И пробеждала в одномодатных округах Там с Виктором Николаевичем Жениховым Который тоже в ЗАГС-собрании был представителем комитета То есть, они уже опытом с ними делились Впереди там юридические вопросы Сейчас много что поменялось в законодательстве Там вопросы агитации и так далее Идет такая подготовка кадров Но мы решили сделать просто в этот раз Все это публично, показав То есть, где-то можно ознакомиться с всеми этими людьми Да, есть у нас сайт redkirov.ru Проект так называется «Красный Киров» У нас на наших ресурсах про него есть информация На сайте там плашка есть, куда можно Посмотреть по районам, кто на сегодняшний день заявился из наших товарищей Кто планируется кандидатами В принципе, люди разные То есть, от молодежи и до уже опытных политиков Тот же Виктор Николаевич Женихов, например Или действующий депутат Городской думы Алексей Владимирович Ватинцев Поэтому, если есть интерес Мы здесь тоже ничего не скрываем Показываем, что То есть, вот такой формат пробуем Потому что я не вижу смысла пытаться прятать кандидатов до дня выборов К сожалению, это уже сегодня не работает Если хотят на человека надавить На него надавят И что до выборов, что во время выборов У нас были примеры, когда людей доводили до снятия с выборов Но потом просто партия не имеет возможности их заменить То есть, найти подходящие кадры, кого мы можем предложить жителям То есть, вы за то, чтобы если и начинали давить, то пораньше? Нет, не то что Здесь просто человек сам смотрит, насколько он готов, насколько он может Ну и мы здесь публично показываем Вот смотрите, вот наша команда То есть, КПРФ там это не просто стереотип, который раньше был Там партия пенсионеров Если зайти на сайт, у нас там очень много молодежи И, ну, просто как пример очень интересный Единая Россия заявляла, что у них премьеры с 21 года Участвуют И после того, как мы у себя на сайте выложили Что у нас там есть несколько студентов, которые моложе Там 18, 19, 20 лет Захожу на сайт Праймерис И там целая толпа просто студентов С техникумов, там, с вузов Кировской Города Кирова Нарегистрировалась прям, ну, буквально там Через несколько дней после этого Думаю, ну, конечно, если они прям так внимательно за нашим сайтом следят Это приятно То есть, хотя бы пусть такой эффект Но вот это интересный момент для меня был Откуда у них взялись те, кто По их же стандартам, по идее, не могли туда заявиться А вы имеете в виду, что нарегистрировались? Да, у них нарегистрировались, да На их премьеры зарегистрировалось множество студентов Которым нет и 20 лет То есть, это можно на сайте у них проверить Так что вот такой интересный момент А мы, конечно, мы готовимся, готовим команду А рассчитываете на что, на какой показатель? Мы всегда, то есть, есть же там Какие-то планы минимум, планы максимум То есть, понятно, что главная там задача Мы, понятно, что идем за победой здесь В любом случае, чтобы получить большинство Там, половина плюс один, скажем так Чтобы можно было принимать решения Есть планы минимум, где нужно получить Там, то количество мандатов, которое было бы необходимо Для того, чтобы можно было какие-то решения Хотя бы, там, блокировать Чтобы вот этих двух третей у Единой России не было Чтобы можно было суммарно их блокировать Поэтому здесь А результатом, который вы получили Вот в том созыве, который сейчас работает Вы недовольны? У нас сейчас в Городской Думе По сути дела один депутат Ну, понятно, там, условно два Понятно, что, естественно, недовольны Хотя Алексей Владимирович активно в Думе работает И он там, можно Если те, кто интересуется и смотрит прямые трансляции С Городской Думы, видят, что это депутат Который всегда выступает Не было ни заседания, чтобы он где-то там промолчал Присидел в стороне Поэтому я думаю, что такие активные депутаты и должны быть Но он один Хотелось бы, чтобы таких депутатов было больше И чтобы тогда, действительно, Городская Дума Будет что-то решать и что-то менять В жизни города Кирова Сегодня там пока сплошной одобрямс Сыграл ли молодежный парламент Какую-то роль в вашей сегодняшней компании городской? Я думаю, что этот опыт он еще сыграет Свою, потому что мы увидели, что даже на срежиссированном Спектакли, которые называют выборами Можно сценарий сломать И это получилось И получилось очень удачно это сделать Я думаю, что здесь такие же шансы у нас есть И плюсом ко всему вот эти молодые яркие ребята Они тоже, вот у нас на сайте уже выложено Они тоже пойдут на выборы Идут с нами в нашей команде Там много молодых толковых ребят, которые шли в этот молодежный парламент реально работать То есть не только там красиво сидеть в креслах, фотографироваться на фоне президиума Но еще и делать какие-то реальные дела То есть реальные, там законные менять и так далее Они сегодня все у нас, вот эти активисты, они есть Ну кто готов был пойти с компартии, они у нас в списках уже сегодня есть А, кстати, вот по поводу молодежного парламента Есть там какая-то информация? Дальше-то что? Потому что какая-то тишина как будто К сожалению, из-за того, что Председателю Закса Бересневу Молодежный парламент Как показала практика Хоть на словах он говорил другое Но практика показала, что он ему не нужен В таком виде, в каком он был Я так понимаю, ручной парламент Ему не интересен То есть если там будут сидеть представители только там Лояльные партии власти Ему на это просто неинтересно тратить время И сегодня они серьезно думают А с интересным не вышло А с интересным не вышло Да, он оказался Ну с ними пытались играть так же, как они играют Со своими парламентами по этим же сценариям Что можно давать там директивные какие-то вопросы Что они будут беспрекословно делать, что им скажут Молодежь с этим оказалась не согласна То есть они были готовы к диалогу Но диалог построить даже не попытались То есть даже попытки не предприняли никакой На этот счет Поэтому у него сейчас вот такая патовая ситуация Что еще раз пытаться провести выборы А зачем закончится, непонятно Если не реформировать эту систему Чтобы вот этого системы неожиданного распуска не было То оппозиционная молодежь просто не пойдет А смысл? Можно избираться сколько угодно раз Если каждый раз тебя будут распускать Но зачем на это тратить силы и время Сегодня молодежный парламент в этом независимом формате Они работают, они встречаются, общаются Какие-то идеи у них возникают Они обсуждают их Там есть идеи законопроектов Они по правке вот сейчас были в молодежной Закон о молодежи на государственном уровне Госдумы обновляется Вот сейчас они туда материалы отправляли Через депутатов уже Госдумы В обходя ЗАГС собрание и молодежный парламент при Госдуме Просто напрямую депутатам Сейчас в таком формате работают Буквально три минутки у нас осталось Коротко хочу еще попросить вас ответить на вопрос О митинге 1 мая, который прошел на театральной площади Который изначально вам запрещали Вам удалось его отсудить Причем не с первого раза Через несколько инстанций Вот вопрос такой, наверное На ваш взгляд, такая судебная практика Она в дальнейшем Может кому-то, в том числе вам, помочь Вообще это решение, оно о чем? Ну, я считаю, что наконец-то Восстаршествовала законность Что на театральной площади Наконец-то можно проведить Не только проправительственные какие-то мероприятия Но и другие публичные мероприятия Другого формата Там много ведь всего было Нам администрация пыталась Сказать, что у нас не публичные, а массовые Потом нас суд первомайский Отказал, ну, то есть Не удовлетворил наши требования В областном суде Все-таки нам удалось этого добиться То есть, что закон стал работать На территории города Кирова Кировской области То есть, все-таки суд Здесь с точки зрения закона Это и сделал Не с точки зрения каких-то политических Сиюминутных решений Я считаю, что эта практика должна продолжаться Я считаю, что главная площадь города Должна быть открыта Для жителей города Кирова Они должны иметь возможность там Высказывать свою позицию И мы, естественно, будем пытаться Заявляться и дальше И добиваться там проведения мероприятий Потому что Пусть это каждый раз через суд придется делать Но я надеюсь, что рано или поздно Сотрудники администрации Перестанут действовать Каким-то сиюминутным политическим Потому что это вышло для них даже хуже Чем если бы мы проводили праздничные мероприятия Так как мы проводили публичные Там люди сказали Все, кто что хотели сказать Чем там Ну, ограничиваясь Понятно, что законным Но это был не праздничный формат Поэтому можно было Высказать, что хотели Они это и сделали То есть вы изначально заявляли праздничные А потом Мы изначально за месяц Больше, чем за месяц Заявляли как праздничные Как профсоюзы пытались Нам не дали Публично В общем, это была целая эпопея Главное, что она закончилась победой И что жители города Киров вышли и вышло нас там немало. И даже если исходить из решения суда, на самом деле мы даже могли провести демонстрацию, но нам ее не дали провести только потому, что администрация не успевала выпустить постановление о перекрытии улиц. Из ответа суда это исходит. Так что это была полная победа в суде. Я надеюсь, что администрация теперь будет именно исходить из того, что им было сказано в областном суде из этих норм, а не из своих каких-то фантазий. Одна минута у нас есть, целая минута. Сто лет пионерии, буквально через несколько дней, что-то грандиозное на этот счет уже готовится. Будут проводиться, конечно, правительственные мероприятия на Театральной площади, у нас свои мероприятия по районам, то есть у нас тоже есть там своя программа, мы проводим, встречаемся со школьниками. Ну и, естественно, будем участвовать вот в этой линейке, которая 19-го числа будет на Театральной площади, поэтому там колонна комсомольцев тоже будет. Поэтому, конечно, для нас это большой праздник, и мы очень активно во всех районах в городе Кирове принимаем участие. Ну вот на этом нам придется закончить. Михаил, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня, доброго дня всем слушателям. Спасибо. До свидания.